Строя баню своими руками, мы часто забываем о любых защитных материалах, а очень зря. Доброе утро! Меня зовут Дмитрий Военков. На этой неделе мы расскажем о том, как защитить интерьер вашей бани. Необработанная вагонка на стенах, а тем более полки и лавки, очень быстро темнеют и затаскиваются. Это не самое страшное. Гораздо хуже, когда в них образовываются грибки или растрескивается древесина. Современные составы экологичны и безвредны, выдерживают высокие температуры. Но для того, чтобы ваша баня прослужила действительно долго, нужно разобраться в их нюансах. Все материалы можно разделить на две ключевые группы. Для отделки стен и потолка и для обработки полков и лавок, где идет непосредственный контакт с телом. Ключевое отличие второй группы для полков и лавок от первой, которая идет для стен и потолков, в том, что не образуется специальная тонкая пленка, которая может обжечь тело. Хотя в последнее время стали доступны и такие восковые продукты, которые позволяют покрывать как стены с потолками, так и полки и лавки. Особенность их в том, что образуется настолько тонкая пленка, которая не обжигает тело. Вообще, для отделки сауны можно использовать пропитки, воски, лаки и краски. Пропитки и воски хорошо подойдут для помывочной или парной. А вот лаки и краски можно использовать в гостевой зоне. Во-первых, можно добиться интересных декоративных эффектов, а во-вторых, лаки имеют более толстую пленку, что позволяет легче их эксплуатировать. В зависимости от желаемого эффекта можно использовать разнообразное покрытие. Прозрачное, полупрозрачное и непрозрачное материалы. Сегодня интересный тренд в Финляндии – оформлять сауну темным воском. При таком решении она действительно будет выглядеть очень эффектно. Используя современное покрытие, вы не только украсите свой интерьер, но и продлите срок эксплуатации бани или сауны в два-три раза. Редактор субтитров А.Семкин